Toyota Razum опубликовала прайс-листы трёх новинок. Главный, безусловно, оказался Highlander нового поколения, который после премьеры выдержал почти двухлетнюю паузу перед выходом на российский рынок. Но время не было потрачено даром. Наша версия умеет работать на 92-м бензине, а в документы вписаны налоговыгодные 249 сил. При этом крутящий момент остался неизменным, что тоже приятно. С единственным мотором возможны лишь восьмиступенчатый автомат и полный привод. Хотя за океаном существуют и моноприводные вариации. В плане компоновки салона тоже никаких альтернатив. Только три ряда и только семь мест. А вот список комплектаций даёт некоторую свободу выбора. Базовое назначено исполнение Prestige за неполных 3 миллиона 700 тысяч рублей. В нём присутствуют трёхзонный климат-контроль, кожаный салон, вентилируемые кресла и светодиодные фары. Второй вариант более дорогой Lux Safety. У него иначе устроен привод. Сзади стоит пара муфт вместо одной. Есть продвинутый круиз-контроль, панорамная крыша и далее по списку. Обе машины уже доступны для заказа. Следующий дебютант пикап Toyota Hilux после рестайлинга. Последний повысил цены на 90 тысяч, но принёс заметно подправленную внешность и слегка подретушированный салон. Плюсом идут перекалиброванные подвеска и рулевое. Вдобавок старший из двух турбодизелей нарастил мощность. У него другая турбина и множество других обновлений, чтобы отдача выросла до 200 сил. Финальная новость – появление топовой версии Black Onyx. У неё другой дизайн передка, стильный обвес кузова и полностью светодиодная оптика. Но и цена – сильно больше 3 миллионов рублей. Ближайший родственник Hilux внедорожник Toyota Fortuner тоже освежился. Изменений немного. Иные бамперы, решётка радиатора да светодиодные фары вместо галогенных. В салоне заявлены улучшенные материалы и переоформленные приборы. Плюс новая медиасистема готова похвастаться более крупным экраном. За весь этот комплект придётся доплатить 130 тысяч рублей. В августе дилеры получат только самые простые бензиновые внедорожники. А вот дизельных машин и богатых комплектаций придётся подождать до осени.